МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22-го года рождения. В первые дни он быстро ушел на фронт. Служил он и минометчиком, и десантником. Короче говоря, в конце концов он был десантником, и под Волгоградом он погиб в 42-м году. Так что у него такая короткая биография. Вот все, ну мы нашли могилу. Вот сейчас моя дочка там поехала в Волгоград, вот навестит его. Вот и все, собственно. Он тоже из Москвы ушел. Ну в армию он был, конечно. Ну вот такая история, короткая. Это как дань всем павшим. Я считаю, каждый должен сегодня прийти и проявить какое-то свое участие. Мы с друзьями тоже пришли сегодня. Я считаю, это такой памятный день, и каждый, кто может и хочет, обязательно должен сегодня отметиться. Почему я пришел? Ну, во-первых, все-таки мои бабушки и дедушки были такими достаточно мощными людьми, потому что не просто они как бы люди прошли войну, а даже то, что, ну как бы они закалка, то есть как бы люди очень сильные по жизни. Ну, плюс они хорошие люди были, и у меня, я даже не знал, у меня мама сказала, она как раз ездила, зарегистрировала, то есть она ее дочка, и говорит, типа, вот есть такая акция, я попросил, говорит, ну, даже я, скажем, я тоже согласился сам, но я просто сам не знал, я как работаю, у меня мама уже пенсионера, она как раз вот попросила, и очень хорошая акция, мне понравилась. Скажите, а почему вы сегодня пришли сюда и стали участниками Бессмертного полка? Ну, потому что мы хотим, чтобы наши родственники, родители тоже участвовали в этом параде. Я считаю, что мой дед, мой папа, мама и мой родственник достойны пройти по Красной площади в параде Победы, и я готовилась давно, была морально, потому что это такая большая честь, вот пронести их, дать им возможность пройти по Красной площади. Я думаю, вот так. А расскажите о них. Мой дедушка Хафизов Менигафур, Хафизович, он пропал без вести. У него, он родил семер детей и ушел, вот, отец восьмерых детей, семерых детей ушел на фронт и пропал без вести под Ленинградом. Мой папа, он был молодой, в сорок пятом году ушел, ну, забрали его в армию, и он воевал на Японской войне. А потом, после этого еще служил семь лет в армии. Моя мама, Искандарова Хафизова Сакинагафуровна, она спасла несколько семей от голода, потому что ей было 14 лет, она ныряла в марте, в феврале, ныряла в реку Ай и собирала вот эти ракушки, они такие были. И вот ими кормила детей. Маленькие дети стояли и говорили, Сакинаапай, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, мне, дай, пожалуйста. И она целыми ведрами загребала и вот так спасла несколько детей. Сейчас взрослые дяди ходят, ходили за ней и плакали. Сакинаапай, дай нам ракушек, дай нам ракушек. Мы плакали каждый раз. А это наш заслуженный, это наш свекр моей сестры, Фатихов Зарив Гарифович. Он всю войну прошел и до сих пор жив-здоров, живет в Башкирии. Мы все из Башкирии. Наша семья очень свято чтит память о родственниках, которые участвовали в войне. И я считаю, что каждый человек должен приучать своих детей к тому, чтобы помнить, что сделали для нас наши деды и брадеды. И регулярно отмечать эту дату, несмотря на то, что в мире происходит, так сказать, искажение истории. И к тому же я хотела сказать, что здесь много очень портретов людей с орденами и воинскими званиями. Но вот мой дед, например, он был рядовым простым водителем, который доставлял боеприпасы на фронт и погиб в первые месяцы войны в Вяземском котле. Я считаю, что таких людей было очень много. И за счет их именно жертв, так сказать, наш народ победил в этой войне. И они даже, к сожалению, не узнали, чем она закончилась и не могли прочувствовать эту победу. Возможно, где-то на небесах они видят, какой был результат. И, может быть, они гордятся тем, что мы их помним. А покажите нам свои родственников. Чьи у вас портреты там? Да, вот Иван Степанович. Вот как раз Иван Степанович тот, который в сентябре 41-го года написал последнее письмо родным и пропал без вести. Как предполагается, что в него попал снаряд от артиллерийского обстрела или обстрела с воздуха? Саша, покажи Ивана Степановича. Вот этот. И он, доставляя боеприпасы, конечно же, он был мишенью. И вот другой мой дед, он прошел три войны. Он прошел русско-финскую войну, Великую Отечественную войну и советско-японскую войну, которая длилась 24 дня. Он пришел живым, был ранен. Это тоже обычный рядовой солдат, который тоже делал победу. Как и генералы, и маршалы, и люди с воинскими, офицерскими званиями. Кто-то приел с тобой в войну, если собирался, чтобы принять все вас, и я не могу ответить, что и другие, другие, и другие, и другие, и другие. У каждого твоя история, как ты хочешь, ты ее рассказать. И что самое главное сказали бы? Я счастлива, что я попала на этот праздник, потому что сегодня я специально распечатала и взяла портрет моего отца. Вот вы его видите на снимке. Он был вообще замечательным человеком по жизни и замечательным солдатом. Вот здесь ему всего 21 год на фотографии, и он уже имеет высшую солдатскую награду Орден Славы. Он был артиллеристом, и, как сказать вам, по жизни мало что рассказывал о войне, потому что воспоминания были тяжелые. Ну, иногда и в минуту какие-то такие рассказывал, называл фамилии. Особенно он часто вспоминал своего друга. Говорит, был у меня дружок Миша Грачев, все мы с ним держались вместе. Он был связистом, и однажды был бой, и связь пропала. И он побежал связь налаживать, и раз, говорит, взрыв, и нет больше у меня дружка. Вот, и поэтому я сейчас, и отца уже давно нет в живых, но мне кажется, вот, он был бы очень, ну, горд, то, что он прошел в этот день по нашей главной площади страны, Красной площади. И поэтому я здесь. Стас, иди сюда. Вот мой внучочек. Мы ему тоже прививаем. Кто сегодня на этом плакате? Мой прадед. Прадед. Мы ему рассказываем о войне вообще, обо всем, что связано с войной. Ну, как видите, приобщаем к этому, чтобы никогда не повторилось войны, чтобы наше поколение, вот мое поколение, ну, вот, мы уже, нам за 60 прожило жизнь без войны. И дай Бог, чтобы никогда этого не повторилось, эти ужасы. Кроме этого, у меня воевало еще много родственников. Моя свякровь была в партизанском отряде имени Щерца в Белоруссии. И она тоже, ну, правда, живых их нет уже, но тоже даже была в гестапо, и у нее вывернута рука в гестапо. Ну, в общем, многих-многих родственников коснулась война напрямую. Вот здесь, а перед здесь, что самое главное, сейчас, теперь. Вот еще несколько таков, несколько разровений, и дом откроется. Мы говорим, что практически в Томске. Вот это как раз подсура названия, которые на Томске, здесь нет. Расскажи, чей у тебя портрет урока? Моего прадедушки. А кем он? Он воевал за Сталинград. Он дошел до Берлина. У него есть знамя Красной Звезды. И Орден Славы. Я горжусь своим дедушкой. Соколов Александр. Я горжусь своим дедушкой, потому что он защитил нашу Родину от фашистов. Спасибо! Что оказалось сегодня, в день 70-летия победы на Красной площади в Параде? Спасибо! Ура! Спасибо! Меня зовут Ришар Клеман. Живу в Москве. Граждан Франции. А что для вас значит быть сегодня здесь? Это праздник, это конец Второй мировой войны, где мой дедушка был ранен в мае 40-го года. Тяжелый ранен в турне до 43-го года. Как вам кажется, какое значение для европейцев сегодня имеет победа в этой войне? Какую роль Россия видит в Европе? Главный роль для освобождения от фашизма. Они забывают про это? Нисколько забывают, нисколько напоминают. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Я держу в руках портрет своего деда. Это Джимми Анатолий Иванович. Ему сейчас 92 года. Он этнический украинец. Он служил в разведке. И сейчас мы с ним созванивались час назад. И он сказал, что как бы ни было тяжело, какая была бы не напряженная политическая ситуация, все равно за нами правда, с нами Бог. И поэтому, как и 70 лет назад, победа будет за нами. А дедушка не рассказывал, есть какие-то праздничные мероприятия сегодня в Киеве? Он сказал, что нет. Никаких праздничных мероприятий нет. Это его удручает. Но сегодня мы исправили эту несправедливость. Я ему позвонил, и мы пообщались. Он сказал, что все будет хорошо. Это портрет моего прадедушки. А что бы ты сказал ему, если бы ты с ним был знаком? Что бы ты спросил? Я уже нашел один вопрос, на свой один вопрос, ответ. Как это быть на войне? И мой ответ, это поначалу ты видишь страх. И ты, несмотря на свой страх, ты идешь за свою родину воевать до конца против немецких захватчиков.